И сильнейшую воспламеняет в нем любовь к себе. Имеющий уши слышать да слышит, говорит Господь. 60. Осужденный, выслушав свой приговор, не позаботится об устроении зрелищ, так и действительно плачущий не обратится к роскоши или славе, или гневу, или вспыльчивости. Плач есть достигшая полноты скорбь кающейся души, которая ежедневно прилагает скорби к скорбям. Как рождающая и ощущающая муки рождения. Праведен и преподобен Господь. Разумно безмолвствующего привозит он в разумное сокрушение, и разумно подчиняющегося веселить ежедневно. А кто то и другое проходит непогрешительно, тот лишается плача. Гони от себя пса, который приходит во время самого глубокого плача и внушает, что Бог не милостив и не милосерд. Если ты наблюдал за этим псом, то найдешь, что до совершения тобой и греха называет он Бога человека любивым, милосердным и снисходительным. Размышление порождает непрерывное занятие. Непрерывное же занятие переходит в чувство. А что делается с чувством, то с трудом отъемлется. Какие бы великие подвиги не проходили мы, если не имеем болезнующего сердца, они лживы и ни к чему не годны. Ибо необходимо, непременно необходимо, чтобы мы, скажу так, по омовении снова осквернившиеся, руки свои очищали неугасающим сердечным огнем и елеем Божие милосердие. 65. Видел я некоторых, достигших крайней степени плача, ибо примечал, что чувственным образом устами своими проливали они кровь из болезнующего и уязвленного сердца. И тогда приходило мне на мысль слово сказавшего «Уязвлен бы, как трава, и сохло сердце мое». 67. Слезы от страха сами собой и производят трепет и осторожность. 68. Слезы же от любви, если любовь не достигла еще совершенства, у некоторых, может быть, удобно похищаются. 69. Разве только, не знаю, впрочем, преснопамятный огонь во время действования сильно восплабенит сердце. 69. И странно сказать, что смирение, что во время свое бывает безопаснее. 70. Есть вещи, которыми иссушаются у нас источники слез, и есть другие вещи, от которых порождаются внефтины и гады. 71. От первых лот впал в беззаконный союз с дочерями своими, а с последних дьявол пал с неба. 72. У самых врагов наших много злоба, так что и матерь добродетелей обращают в матерь пороков. 73. И что приводит к осмирению, то делает поводом гордости. 74. Нередко самое местоположение и вид жилищ наших призывает мысль нашу к сокрушению. 75. В чем-то убедят тебя Иисус, Илья и Иоанн, молившиеся наедине. 76. Случалось видеть, что нередко в городах и среди молвы возбуждаются слезы, и что в предавшей смысле будто бы можно не терпеть никакого вреда от мирской молвы. 76. Сблизились мы с миром, ибо такая цель у лукавых демонов. 76. Часто одно слово прекращало плачь, но чудно было бы, если бы одно же слово и возвращало его. 77. Не будем, точно, не будем обвинены при исходе души за то, что не творили мы чудес, 78. Или что не богословствовали, не вели созерцательной жизни. 79. Но без всякого сомнения дадим Богу ответ за то, что не плакали непрестанно. 79. Вот седьмая степень, подобившись взойти на нее, да поможет и мне, потому что сам получил уже помощь восхождением на сию седьмую, омывшись от скверн века сего. 80. Слово восьмое о негневливости и кротости. 81. Как от постепенного возливания воды на огонь пламень совершенно угасает, так и слезы истинного плача подавляют всякий пламень раздражительности и вспыльчивости. 81. Почему и об этом предлагаем по порядку. 82. Негневливость есть ненасытимое желание бесчестия, подобное беспредельному желанию похвал тщеславных. 83. Негневливость есть победа над естеством, вследствие подвигов и трудов, одерживаемой нечувствительностью к оскорблениям. 84. Кротость есть неподвижные состояния души, одинаково приемлющие как бесчестия, так и похвалы. 85. Начало негневливости – молчание уст при смятении сердца. 86. Средина – молчание помыслов при легком смятении души. 87. А конец – незыблемая тишина при дыхании нечистых ветров. 87. Гнев есть припоминание затаенной ненависти, то есть памятозлобия. 88. Гнев есть желание сделать зло огорчившему. 89. Спыльчивость есть безвременное воспламенение сердца. 89. Досада есть неприятное движение, гнездящееся в душе. 90. Раздражительность есть непостоянное движение нравов и неблагопристойность в душе. 91. Как с явлением света удаляется тьма, так при благоухании и смирении исчезает всякие досады и раздражительность. 91. Иных скоро изменяет раздражительность, ибо не родят о том, чтобы уврачевать себя от этой страсти и позаботиться о всем, не держат в мыслях эти несчастные сказанного, устремления ярости и его падения ему. 91. Возможно, такое быстрое движение жорного, которое в одно мгновение стирает и обращает в ничто, больше душевной пшеницы и плода, нежели другой сотрет в целый день. 91. Поэтому нужно благоразумное внимание. 92. Возможно, такое возгорение пламени, вдруг раздуваемое сильным ветром, которое попаляет и губит ниву сердца больше, чем продолжительный пожар. 93. Не должно быть сокрыто от нас, друзья, и то, что лукавые демоны иногда вдруг удаляются, чтобы мы, вознерадев о сильных страстях, как о маловажных для нас, сделали сужение исцельно недугующими. 93. Как остроугольный и жесткий камень, приходя в столкновение и трение с другими камнями, теряет всю свою угловатость, жесткость и твердое устройство и делается круглым. 94. Так и душа, пылкая и упорная, находясь в обществе и обращаясь с другими людьми жестоконравными, подвергнется одному из двух, или терпением уврачует язву свою, или, уступив другим, непременно узнает свою немощь, когда робкое бегство представит ей тух, как в зеркале. 95. Раздражительный есть произвольно страдающую, падучую болезнью, вследствие невольного укоренения в нем болезни, ввергающейся в припадок и мучимый тем. 96. Всего неестественное, кающимся возмутительное раздражение, потому что обращение требует великого смирения, а раздражение есть знак всякого самомнения. 97. Если признак крайней кротости и в присутствии раздражающего быть к нему расположенным в сердце с миром и любовью, то, без сомнения, признак крайней раздражительности человеку, когда он один сам с собою и словами и телодвижениями показывает, что он разогорчен оскорбившим его и готов припираться с ним. 97. Если Дух Святой, как определяет и как это действительно, есть мир душевный, а гнев, как это говорится и как это действительно, есть смятение сердца, то ничто не полагает такой преграды присутствию в нас Духа Святого, как раздражительность. 15. Зная весьма многие несносное порождение раздражительности, одно только ее невольное исчадие, хотя и незаконное, признали мы, однако, полезным. 16. Случалось видеть, что иные, воспламенившись до неистовства и изблевав давние и внутри таившиеся памятозлобия, самые страсти избавлялись от страсти, как скоро в причинении долговременной скорби получали или раскаяние, или удостоверение от оскорбившего. 17. А видел и таких, которые, по-видимому, были великодушны, но неразумно под покровом молчания внутри питали памятозлобия. 18. Я признал их более жалкими, нежели предающихся неистовому гневу, потому что за чернотой и не стало в них видны голубицы. 19. Много нам нужно старательности против этого змия, потому что и он, как змей плотоугодия, пользуется содействием естества нашего. 20. Видел я разгневанных, которые от досада не принимали пищи, и через это неразумное воздержание присовокупляли в себе только яд к яду. 21. Видел других, которые, воспользовавшись благовидным предлогом к раздражительности, предавались много едения, и из одной пропасти стремглав падали в другую. 22. Но видел, что иные разумно владеют собой, и, как добрые врачи, растворив то и другое, из соразмерного утешения, извлекают для себя весьма великую пользу. 23. Иногда сладкопение, если оно соразмерно, превосходно утешает раздражительность, а иногда, если оно неумеренно и неблаговременно, благоприятствует сластолюбию. 24. Посему будем им пользоваться, но установив для этого приличные времена. 25. Ради некоторой потребы, находясь вне обители, слышал я, что безмолвники от досады раздражительности, как куропатки в клетке, каждый один у себя бились в келье, и представляли из себя, что наскакивает на огорчившего их, как будто они тут. 26. И дал я им благочестивый совет не оставаться в уединении, чтобы из людей не сделаться им демонами. 27. И еще видел, что люди, походливые и испорченные сердцем, бывают кротки, льстивы, братолюбивы, любят опрятность. 28. Таковым предлагал я вступить в безмолвие, употребив то, как врачевство, противодействующее походливости и испорченности сердца, 29. Чтобы иначе не превратиться им жалким образом из разумных существ в бессловесное, поскольку же некоторые говорили мне о себе, что они, к сожалению, преобладаются той и другой страсти и гневом и сластолюбием, 30. То вовсе запретил я им ходить по своей воле, дружески внушая начальствующим над ними, чтобы дозволяли им по временам проходить иногда тот, иногда другой образ жизни, впрочем, совершенно подчиняясь главному настоятелю. 31. Сластолюбивый вредит обыкновенно себе самому, а, может быть, и кому-другому поверенному тайн его, а раздражительный, как волк, смущает нередко все стадо и многие души уничижив, оскорбляет. 32. Тяжкий грех смущает сердечное око раздражительностью, по слову сказавшего, сметелься от ярости, око мое. 33. Но еще хуже стремление души обнаруживать словами, приводить же их в действие и руки вовсе уже противной чужды житию монашескому, ангельскому и божественному. 24. Если хочешь, или вернее сказать, предполагаешь вынуть у другого сучок, то вместо иглы не употреби бревна, которым воздишь сучок еще глубже. 25. А бревно это, грубые слова, неприличное телодвижение. 26. Игла же, это кроткое вразумление и великодушный выговор. 27. Обличу, говорит апостол, обличи, запрети, умоли. 28. Но не сказал он, бей. 29. Если же и это потребуется, то употребляй такую меру редко, и то не сам. 30. Если будем наблюдать за людьми раздражительными, то во многих из них увидим, что усердно о них бдению, посту и безмолвию. 31. Ибо у демона та цель, чтобы под видом покаяния и плача влагать в них то, чем усиливается страсть. 32. Если, как сказали мы выше, один волк при содействии демона может смутить все стадо, то без сомнения и один мудрый брат при содействии ангела, как добрый мех, полный елея, может отвратить волнение и грузному кораблю доставить тихое плавание. 33. И сколько тяжкое осуждение первого, столько последний великую получит награду от Бога и соделается для всех полезным примером. 34. Начало блаженной терпеливости – принимать бесчестие с огорчением и с болезнью душевную. 35. Средина же иметь беспечальное расположение духов в бесчестии, а совершенство, если оно возможно, вменять себе бесчестие в похвалу. 36. Да радуется первый, да возмогает второй. 36. Блаженно, Господи, и да возвеселится третий. 37. Жалкое зрелище замечал я во гневливых, какое по самомнению представляли они из себя, сами того не примечая. 38. Разгневанные гневались они еще на то, что побеждены гневом. 39. И я удивился, видя, как одно падение влекло за собой другое. 40. Жалел, смотря, как грех наказывают они грехом же. 41. И приведенный в ужас коварством демонов, едва не отчаялся в жизни своей. 45. Если бы кто заметил в себе, что легко препобеждается он самомнением и вспыльчивостью, лукавством и лицемерием, 41. И потому помыслил извлечь на них обоюдоострый меч кротости и терпеливости, 41. То если хочет совершенно освободиться от этих пороков, пусть идет и пребывает, как бы в рабочей храмине спасения, 42. В обществе братьев, особливо же имеющих самый суровый нрав, чтобы там, между тем как оскорбление, бесчестие и треволнение от братьев содержат его в напряжении, 42. Духовно поражают, а может быть иногда и чувственно терзают, попирают и гнетут к земле. 43. А мыть ему скверну, какая есть еще в душевном чувстве его. 44. А что поношение служит омовением душевных страстей, в этом пусть убедит тебя самая простонародная поговорка. 45. Ибо мирские люди, когда лично осыпают кого бесчестиями, хвалясь тем перед другими, говорят, 46. Помыл я такого-то. И это совершенная правда. 46. Иноя негневливость вново поступивших, как следствие плача, иноя неподвижность на гнев совершенных. 47. В одних гнев связан слезами, как бы некой ее уздую, в других, как змей, умершленным бесстрастием, как мечом. 48. Видел я трех вместе потерпевших бесчестия монахов. 49. Один почувствовал оскорбление, но смолчал. Другой радовался о себе, но печалился о злослоевшем. 50. Третий же, вообразив, какой вред потерпел ближний, горячее проливал слезы. 50. Так можно было видеть здесь делателей страха, мзды и любви. 58. Горячка в теле сама по себе одна, но своего воспламенения не одну, а многие имеют причины. 59. Так воспламенение и движение раздражительности и прочих наших страстей имеют многие и различные причины, поэтому и невозможно предписать против них одинаковое правило. 60. Даю же лучше такое мнение для каждого из недугающих с особенным тщанием приискивать свой способ врачевания. 61. Первым же способом врачевания да будет узнать причину своих страданий, чтобы, когда причина найдена, принять такой пластырь от промысла Божьего и от духовных врачей. 62. Так, например, желающие войти в Господи с нами в духовное и предложенное судилище. 63. Пусть войдут и слегка несколько допросимых об упомянутых выше страстях или причинах. 63. Пусть, наконец, раздражительность, как мучительница, будет связана узами кротости и поражаемой долготерпением, влекомой святою любовью, представь на этом судилище слова, подвергнется должному истязанию. 64. Скажи нам, несмысленное и бесстыдное, как название родившему тебя, как проименование на зло произведши тебя на свет, и как имена скверным сынам и дочерям твоим. 65. Сверх этого покажи нам признаки нападающих на тебя, наносящих тебе смертельные удары. 66. И раздражительность говорит нам в ответ, много у меня родивших меня, и отец не один, матери же мои, тщеславие, сребролюбие, чревоугодие, а иногда и блуд. 66. Породивший меня называется кечением. Дочери мои, памятозлобие, ненависть, вражда, тяжба. 67. Соперницы же мои, которые держат теперь меня в узах, противоположная им негневливость и кротость. 68. Наветник мой называется смиренно мудрием. Но кто породил его, о том спросите его самого в свое время. 69. На восьмой некой степени лежит венец негневливости. Кто украшенным от природы, тот, может быть, и не получит другого венца. 70. А кто приобрел его трудами, тот взошел победителем на самый верх восьмой степени. 70. Слово девятое. О памятозлобии. 71. Святые добродетели уподобляются Яковлевой лестнице, а нечестивые пороки узам спадшим с первоверховного апостола Петра. 71. Почему добродетели, одна с другой сопрягаясь возлюбившего их, возводят на небо, а пороки один от другого рождаются и подавляют собой? 72. И как теперь слышали мы, что несмысленная раздражительность собственным своим порождением наименовала памятозлобия, то по требованию самого времени немедленно и станем говорить о нем. 73. Памятозлобия есть конец раздражительности, страж грехов, ненависть к правде, пагуба добродетелей, яд в душе, червь в уме, посрамление молитвы, пресечение молитвенных прошений, отчуждение любви, вонзенный в душу гвоздь, неболезненное чувство. 74. Любимая за сладость горечи, непрестанный грех, неусыпное беззаконие, ежечасный порог. 75. Эта темная и ненавистная страсть, разумею, памятозлобия, есть одна из рождаемых, а не рождающих или и рождающих. 75. Поэтому ненамерены мы много говорить о ней. 76. Кто прекратил в себе гнев, тот истребил и памятозлобия, потому что чадородие бывает только при жизни отца. 76. Кто приобрел любовь, тот устранился от вражды, а враждующий собирает в себе безвременные труды. 77. Тропеза без должного к себе внимания, матерь вольности в речах, и оконцем любви торгается чревоугодие. 77. Видал я, что ненависть расторгала давние узы блуда, а потом памятозлобия странным образом не позволяла уже возобновиться расторгнутой связи. 78. Зрелище подлинно чудное. От одного демона исцеляет другой демон. 79. Но, может быть, это бывает уже делом не демонов, а божье осмотрение. 79. Памятозлобия далеко от любви крепкой и естественной, но блуд удобно приближается к ней, и у голубицы видишь сокрытых червей. 79. Памятозлобно. Будь памятозлобен на демонов, и враждебно враждуй всегда на тело. 80. Плоть, друг, неблагодарный и коварный. Когда угождаешь ей, тогда еще больше старается она вредить тебе. 80. Памятозлобия – такой толковник Писания, который словеса Духа применяет к своим видам. 81. Да постыдит его молитвы Иисусова, которые не может произносить, если мы злопамятны. 81. Когда много поборовшись, не в силах будешь, в конец, сокрушить этот Остин, тогда покайся врагу, хотя устно, чтобы, устыдившись долговременного перед ним лицемерия, 81. Возлюбить тебя его совершенно, возлюбить тебе его совершенно, когда совесть будет подстрекать тебя, как огнем. 81. Не тогда узнаешь, что совершенно освободился ты от этой гнилости, когда будешь молиться об оскорбившем тебя, или когда воздашь ему за зло дарами, или когда пригласишь его к своей трапезе, 82. Но когда услышишь, что он впал в душевное или телесное несчастье, и станешь о нем болезновать и плакать, как о себе самом. 83. Злопамятный безмолвник, в норе кроющийся аспид, хранящий в себе смертоносный яд. 84. Воспоминание Иисусовых страданий уврачует память о злобе, сильно постыждаемое Иисусовой терпеливостью. 85. Внутри гнилого дерева зарождаются черви, в лицемерно кротких и безмолвных находит себе место гневливость. 85. Кто сверх ее из себя, тот получит прощение грехов, а кто прилеплен к ней, тот лишается Божьих щедрот. 86. Иные, чтобы получить прощение, предают себя на труды и подвиги, но незлопамятный предваряет их. 87. Если скоро отпущаете, то и вам щедро будет отпущено. 87. Незлопамятность есть признак искреннего покаяния, а кто помнит зло и думает о себе, что приносит он покаяние, тот подобен человеку, которому представляется во сне, что он бежит. 87. Видел я злопамятных, которые другим злопамятным подавали совет не быть злопамятными, и приведенные в стыд собственными своими словами переставали служить всей страсти. 88. Никто да не почитает маловажную страсть и омраченное памятозлобие, потому что оно часто касается и мужей духовных. 89. Вступивши на девятую степень с дерзновением, уже допросит разрешение грехопадений своих у Спасителя Иисуса. 89. Слово десятое. О злоречии. 90. Никто из здравомыслящих не будет, думаю, оспаривать, что злоречие рождается от ненависти и памятозлобия. 91. Поэтому и говорится о нем непосредственно после сказанного о родоначальниках его. 92. Злоречие есть исчадие ненависти, незаметная, но грубая болезнь, скрытая и неощутительная пиявица, которая сосет и поглощает кровь любви. 93. Это лицемерие в любви. Оно уготавляет скверную бремя сердца и истребляет непорочность. 94. Как есть такие юные девы, которые без стыда делают худое, и есть другие, которые тайные и с большей, по-видимому, скромностью поступают еще хуже первых. 95. Так подобное это можно видеть и в страстях бесчестия. 96. Много притворных дев. Таковы лицемерие, лукавство, оскорбление, памятозлобие, злоречивые суждения о чем-либо сердце. 97. Но одно, по-видимому, выражают они, а другое имеют в виду. 98. Слушал я предающихся злоречий и сделал им выговор. 99. Эти же делатели зла в оправдание отвечали мне, что делает это из любви и заботливости о том, кто служил предметом их злоречия. 99. Я сказал им, оставьте такую любовь, чтобы не укорить во лжи сказавшего, оклеветающего тайно искреннего своего, его изгонял. 99. Если говоришь, что любишь, то молись в тайне и не смейся над человеком. 99. Такой образ действия угоден Господу. 99. Но вот чего не скрою от тебя, и, конечно, одумаешься и перестанешь осуждать падающего. 99. Иуда был в лике учеников Христовых, а разбойник – сонмище убийц. 99. И какая же чудная перемена произошла в одно мгновение. 99. Кто хочет преодолеть дух злоречия, тот пусть винить не человека, подвергающегося падению, но внушающего это демона. 99. Никто не желает грешить против Бога, хотя и всякий из нас не принуждается к греху. 99. Знал я человека, который согрешил явно и покаялся тайно. 99. Осудил я его, как блудника. А он был уже целомудрен перед Богом, умилостив его искренним обращением. 99. Никогда не оказывай уважения тому, кто злоречиво говорит тебе о ближнем, а лучше скажи ему – перестань, брат. 99. Я ежедневно падаю в тягчайшие грехи, и как же могу осуждать его? 99. Таким образом окажешь двоякую пользу. Одним пластырем обращуешь и себя, и ближнего. 99. Вот один из самых кратких путей, ведущих к получению прощения грехов, а именно – не осуждать. 99. Если не судите, то и вас не будут судить. 99. Огонь несовместим с водою. Так несродно судить других, намеревающемуся приносить покаяние. 99. Если увидишь кого и при самом исходе души, падающего в грех, то и в этом случае не осуждая его, 99. Потому что суд Божий сокрыт от людей. 99. Великие грехи падали иные явно, но еще большие добрые дела совершали тайно. 99. И обманулись любившие смеяться, вместо солнца схватив дым. 99. Послушайте меня! Послушайте все злые ценители чужих дел! 99. Если справедливо, как и действительно справедливо, что каким судом судите, таким и вы будете судимы, 99. То без сомнения, за какие грехи, телесные или душевные, укоряем ближнего, те же, иначе и быть не может. 99. Впадем и сами! 10. Скорые и строгие ценители при грешении ближнего впадают в эту страсть от того, что о собственных своих грехопадениях не делали еще совершенного и безошибочного припоминания и не прилагали о том заботы. 11. Ибо если кто без покрывала самолюбия рассмотрит в подробности свои худые дела, то не будет уже заботиться ни о чем ином в жизни, рассуждая, что на оплакивание себя самого не достанет ему своего времени. 11. Хотя бы прожил он и сто лет, и хотя бы увидел, что слез из очей его вышла целая река Иордан. 12. Наблюдал я, что такое плач, и не нашел в нем даже и следа злоречия и осуждения. 13. Демоны вовлекают нас в это, чтобы мы или грешили мы, или, если не согрешили, осуждали согрешающих, и чтобы им, убийцам, через второе, осквернить и первое. 14. Знай, что и это признак людей злопамятных и завистливых, если, погрузившись в дух ненависти, с удовольствием и без затруднения, порочат они учения или дела или заслуги ближнего. 15. Видел я, что иные тайны и безогласки делают самые тяжкие грехи, и в предположении своей чистоты сильно нападают на людей, которых грехопадения не важны, но оглашены. 16. Судить – это бесстыдное похищение Божие достоинства, а осуждать – это губительство души своей. 15. Как самомнение и без другой страсти может погубить человека, так, ежели в нас есть привычка судить, то она сама по себе и одна может погубить нас совершенно, как и он и фарисей осужден был за это самое. 16. Добрый собиратель виноградов, кушая зрелые ягоды, не станет собирать незрелых. 17. Ум благородный и владеющий собой, и какие вееском добродетели, замечает их тщательно, а несмысленный станет отыскивать достойное порицание и недостатки. 17. О нем-то и сказано – испытали беззаконие, исчезли испытывающие испытания. 17. Не осуждай, если видишь даже своими глазами, потому что и они часто обманываются. Вот десятая степень. Кто взошел на нее, тот стал делателем любви или плача. 18. Слово одиннадцатое. О много глаголонии и молчании. В предыдущем слове сказано у нас кратко, как опасно судить других, или вернее сказать, подвергать себя осуждению и наказанию за язык, и что порог сей прокрадывается даже в самых, по-видимому, людей духовных. 19. Теперь по порядку следует уже указать нам в слове семь причину сего порока и дверь, в которую он входит, вернее же сказать, выходит. 20. Много глаголонии и есть седалище тщеславия, на котором любит оно показывать себя и выставлять на позорище. 21. Много глаголонии и есть признак невежества, дверь к злоречию, руководитель к смехотворству, прислужник лжи. 22. Истребление сокрушения, провозвестник уныния, предшественник сонливости, рассеяние собранных мыслей, отложение осторожности, охлаждение сердечной теплоты, ослабление молитвы. 23. Молчание, приведание и есть, матерь молитвы, возвращение из плена, сохранение в себе огня, надзор за помыслами, соглядатель врагов, узилище плача, друг слез, делатель памятования о смерти, живописатель будущего мучения, 24. Любоведец грядущего суда, поспешник спасительной печали, вражда на вольность в речах, спутник безмолвия, противник притязаний на учительство, превращение в ведение, образователь созерцаний, неприметное приспеяние, тайное восхождение. 24. Святого Иоанна Лествичника, Лествица, ступень 11, пункт 4. 25. Кто познал свои прегрешения, тот сдерживает язык свой, а многоречивый не познал еще себя, как должно.